...по красной дорожке на привокзальной площади. Гостей встречал и наш корреспондент Скирман Табальчута. Большинство конкурсантов новой волны приехали на московском поезде. Молодые исполнители полны энергии и решимости победить. Конечно, своим драйвом, энергетикой. Чувством юмора. И безудержной харизмой. Главная цель – получить массу удовольствия. Я думаю, что это уже получается. Я еще в школе, когда маленький был, видел этот шоу. То есть «Новая волна», фестиваль, как-то называть, конкурс. И никогда даже не мог подумать, что я сам буду здесь. Но после проекта «Голос», я был на «Голосе Украины». Я как-то вдохновился и решил, почему бы не пойти дальше и не попробовать. Очень многие из конкурсантов уже попробовали свои силы в разных популярных телешоу. Представитель Латвии Стас Шуренс в свое время победил на украинской фабрике «Звезд-3» и стал лучшим в проекте «Танцы со звездами». После традиционного прохода по красной дорожке молодые певцы отправились в Юрмалу. Сразу после размещения в гостинице конкурсантов начнется репетиция. На то, чтобы подготовиться к конкурсам, у них очень мало времени. Всего лишь 10 дней. В этом году юрмальская студия «Синевилла» закрылась на реконструкцию, поэтому все репетиции перенесли в гостиницу «Лейлупе». Зал лучше, с кондиционерами, со сцены. Ну, то есть, все-таки классическое понимание этого слова «зал». Вот. И я думаю, что там будет нам комфортнее, на самом деле. При том, что «Синевилла» многие годы нас принимала, но там объективно лучше. И, ну, все сложилось. «Синевилла» закрылась, там открылась. Ну, в общем, все будет хорошо, не помешает, будет даже лучше. Конкурс состоится с 22 по 27 июля. В этом году он проходит уже 13-й раз. С кематопочеты Андрис Ясинский с телекомпания ТВ5. Впереди еще прогноз погоды и новости экономики.